Вторичка на 20% новостройки местами на все 100. Стремительный рост цен на недвижимость к ноябрю так и не прекратился, несмотря на самые оптимистичные прогнозы экспертов жилья. Спрос подогретой льготной ипотекой и скудное предложение на рынке приводит к тому, что сметают буквально все, отмечают агенты. Выходят новые позиции и снова цена на порядок выше. 100 тысяч рублей за квадратный метр для Самары теперь новая реальность. Не так давно, года 1,565, это было, извините, это окончание строительства. 1,5-2 года назад однокомнатная квартира стоила 1,8 млн. Хорошая однокомнатная квартира, большая достаточно, под 40 метров, с большой кухней, ну там неплохие планировки. Сегодня эта квартира стоит 3,2 млн. Дом еще не сдан. Они практически каждую неделю повышают стоимость квадратного метра. И те, кто живет на вторичном рынке, кто смотрит вторичное жилье, говорят, ба, да там такая цена, что же я так дешево продаю свою квартиру. А давайте поднимем. За ночь стоимость квартиры может вырасти на 300 тысяч. Именно сектор новостроек диктует правила ценообразования, рассказывают эксперты. Сейчас объект на этапе котлована стоит как некогда готовая квартира. Свою роль здесь сыграл и переход на экскроу-счета. Впрочем, ажиотаж не вечен, уверены некоторые самарские специалисты. И совсем скоро рынок может замереть. Нечто похожее было в 2008 и 2014 годах, когда наблюдался обвал цен на жилье. Покупательская способность, она не безгранична, конечно же. И в любом случае настанет момент, когда стоимость, которую предлагают собственники, не будет устраивать покупатель. Покупательский спрос будет ниже, чем предложение на рынке. И однозначно снижение стоимости, оно будет. И перед снижением будет затише. Это как раз вот тот самый сложный момент, который сравнивают многие с тем, что рынок встал, о том, что перестали покупать. Я думаю, что все-таки в 2022 году у нас планомерно начнет снижаться спрос и выравниваться стоимость. Уже сейчас, по оценкам специалистов, порядка 20% игроков рынка отказываются от завершения сделок, боясь остаться в невыгодном положении. Впрочем, не все эксперты верят в прогнозы о лопнувшем пузыре на рынке недвижимости. А значит, не стоит ждать лучших времен для сделки. Закон рынка всегда гласит одно – лучшее время покупать или продавать сегодня. Как говорят, пузырь, строительный пузырь, пузырь на рынке недвижимости, он должен лопнуть и все должно упасть. Вы знаете, я не верю в это, если не случится какое-то очень серьезное макроэкономическое событие не только в нашей стране, но и в мире. И более того, сейчас мои сотрудники находятся в Питере на Всесоюзном жилищном конгрессе. Там открытым текстом говорится, что новостройки не упадут в цене, потому что стоимость строительных материалов только растет, стоимость электроэнергии, всех составляющих строительства растет, поэтому не с чего падать. Если вы решили обменять жилье, специалисты советуют не торопиться с продажей старой квартиры. Сделки должны проходить практически одновременно. Тогда вы не рискуете потерять деньги. Кульфия Сафина, Василий Колдашов. События.